дорогие друзья всем добрый день всем здравствуйте зовут меня ольга ольга и 1 находитесь вы на моем канале о моих увлечениях я по-прежнему здесь читаю вышиваю вяжу совершаю покупки рассказываю где и как в каких местах что покупаю оставляю свой честный отзыв на тот или иной товар все это мне сейчас очень интересно надеюсь что будет интересно и вам вместе со мной сегодня у нас с вами будет подведение итогов аж июля месяца июль 2023 года месяц был весьма интересный он был необычный он был очень активный на подарки он был такой вот знаете насыщенный потому что у меня был в это же самое время проходил ремонт что вот это все вот как-то так крутилась вертелась и месяц подошел концу имеем что имеем итогами месяца я очень довольна но прежде чем начать рассказывать вам о том что же я связала вышила или прочитала мне бы хотелось рассказать вам в очередной раз напомнить тем кто смотрит меня на постоянной основе что помимо этого я занимаюсь своим собственным преображением я решила похудеть к этому лету это мне удалось летом я вернулась в ненормированный режим питания то есть позволяю себе много лишнего с точки зрения колоража но я оставила для себя вот одну такую вот прямо задачу заниматься каждый день спортом и в этом не помогает платформа fit stars я вам искренне и рекомендую в инфобоксе ссылочка на промокод там есть разные варианты оплаты можно за год заплатить а можно взять без лимит именно без ними я вами советую чего там только нет на этой платформе я прохожу некоторые курсы повторно только для того чтобы понять насколько изменилась динамика ведь прошло февраль март апрель май июнь июль 6 месяцев за 6 месяцев я поняла что гибкости стало больше я поняла что выносливости стало больше да то есть поднимать веса заниматься до конца не бросать на середине пути как бы этого не хотелось руки сильнее ноги стали сильнее это все настолько чувствуется когда ты смотришь помнишь да как ты начинал и на каком этапе ты сейчас и прошло всего лишь полгода упражнения простые они не заставляют знаете до последнего до вот задрагания мышц работать нет там все динамично но в то же самое время очень и очень подстраивается под ваш под ваш организм то есть нужно слушать саму себя и об этом нам рассказывают замечательные фитнес-блогеры я занимаюсь только дериндеевой но там очень и очень много людей которые помогут вам вашем преображении я для себя сейчас открыла знаете там я не знаю я не помню чтобы это было раньше но теперь разделено по блокам то есть это йога и там все 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 блоки про йогу разных разных тренеров гибкость растяжка осознанность похудение тонус мышц силовые пресс здоровье и красота кардио боли в спине гантели и резинки танцевальные ноги ягодицы зарядки пилатес для детей и для будущих мам и мам то есть очень очень обширная программа искренне рекомендую как обычно все в инфобоксе заглядывайте если не прямо сейчас что точно какому-нибудь знаменательному мероприятию вам необходимо будет взять себя в руки и вы вспомните о моей рекомендации ну а мы с вами продолжаем вернее мы с вами начинаем рассказ о том что же я связала в этом месяце гвоздь программы находится рядышком со мы вот именно с него мы и начнем мы с девчонками вернее оля из германии с которым мы участвовали уже в нескольких проектах пригласила меня в очередной проект какого цвета лето и там мы выбирали пряжу то есть несколько вариантов у меня было 6 вариантов и при помощи рандомного кубика я выбрала пряжу ну что то вот коричневая бежевая так она помялась ждала своей очереди и помялась ну вот как то так надо было парить ну ладно в общем выбрался вот такой вот цвет это потрясающая пряжа оказалась я ее побаивалась потому что она необычная на какой-то вот такой вот скрутки видите она такая немножко кучерявенькая использовала ее в твиде твид и вот эту вот пряжу использовала вместе вязала мужу джембер мне понравилось но там это пряжа не проявила себя никак потому что она была до в союзе с другой пряжей а здесь получается она сама по себе в четыре сложения вязала выпал мне бабушкин квадрат вот самое главное это был бабушкин квадрат а цвет я уже могла подобрать любой если бы это пряжа мне вдруг бы не подошла под проект но она идеально вписалась мою задумку вернее как задумка была в том что бабушкин квадрат да если его можно назвать таковым потому что здесь идет вот такой вот элемент он достаточно просто вяжется а потом идет обвязка обо всем об этом я рассказываю вам в отдельном видео по этому проекту вот и здесь идет потом лицевая гладь да ну все видно и понятно топ мне очень понравился очень очень и пряжа мне очень очень понравилось в итоге по итогу ну связано снизу вверх да если вдруг вы не смотрели видео я вязала снизу вверх здесь есть блуждающая вытачка здесь есть немножечко видите сужение к пройме сама пройма в общем все это все обо всем об этом я более подробно рассказываю в отдельном видео в отчете о данном совместном проекте хочу лишь отметить что это топ весит 160 грамм ну то есть хлопок в 4 сложения где-то тут полторы тысячи или 1600 метров на на 100 грамм в 4 сложения вязала 160 грамм весит это изделие я вставляю вам фотографии сейчас то что у меня получилось отснять для проекта мне изделие понравилось работать этой пряжи понравилось и вообще она теперь в топ любимчик их этого месяца но если так вообще можно выразиться потому что здесь есть весьма интересные еще элементы например вот такие вот тапочки сами элементы были связаны еще в прошлом месяце это мой проект все остатки извяжу сами элементы значит вот эти 5 у шестиугольники были связаны еще в прошлом месяце в этом месяце я просто собрала эти тапочки самом начале месяца войлочные здесь у все же я сделала подошвы мне подходит я долго долго думала как это сделать но потом валюша мне прислала конечно же посылку в которой она вообще отправила уже полностью готовые тапочки только нужно собрать но для того чтобы я понимала но она мне готовые отправила такие полу сапожки я в них даже сейчас ходила когда было дождливо валюша еще раз огромное спасибо вообще за наводку да ну и в целом и здесь пряжа ушло 130 грамм на вот эти вот тапочки вижу такие уже третье до по счету и вот когда придет время соберу еще и валюшкина но пока хожу в тех которые есть очень очень нравится потому что они такие какие-то необычные да они такие колоритные какие-то вот прям душевные деревенские не знаю мне очень нравится вообще в целом эта идея да дальше я связала две пары носков в этом месяце первая пара для меня ну она женская может быть и не для меня но вы знаете в этом месяце я ездила к бабушке своей и она похвасталась всеми носками которые мама моя ей отправляла но мама чаще ездит бабушки чем я и периодически ей привозят носки и она сидит в моих носочках таких я даже не помню когда я их вязала они такие розовые тоже видно что связаны из остатков но очень красивые мне кажется в прошлом году где-то в конце года я их вязала и говорила о том что вот раньше то я вам вязала носочки а теперь вот ты мне вяжешь и она с удовольствием их носит это к тому что я продолжаю вязать женские носки это пряжа была мне подарена тоже а это я вывязывала остатки остатки дроп снорт и знаете мне это пряжа не очень понравилось вот даже сейчас я смотрю вот насколько эта пряжа такая не шелковистая да вот прям шерстяная но вот это а шуршит как будто знаете не знаю что-то может быть со мной случилось вроде раньше я пела это пряжа дифирамбо а теперь не пою носки 60 грамм женские и вот такие вот носки я связала из ализе старого образца которые по 50 грамм были а здесь ализе артисан новая пряжа так вот после вто ализе артисан стала такая как будто пухлее что ли вот пятки они прям пухленькие даже здесь а старая ализе супервош такая она вот какая была такая и осталась немножко выровнялась только вязала на спицах номер 2 и та и другая пряжа она тонкая но вот если смотреть что мне получается артисан в данном случае понравилось больше чем старого образца давно не вязала кстати за лизе супервош надо посмотреть что у меня по моему где-то есть один моток надо попробовать повязать пока не забыла до тактильное ощущение по старой пряже и вот в новых больших 100 граммовых мотках надо попробовать наверное поставлю в план на следующий месяц ну а план о планах мы с вами поговорим чуть чуть попозже и еще один гвоздь программы если вы смотрели предыдущий влог то вы конечно же видели эти готовые работы я там и примеряю их сегодня этого делать не буду потому что ну очень 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 жарко если вам интересно посмотрите как это выглядит на мне в предыдущем влоге он набрал большое количество просмотров огромное вам за это спасибо за лайки за комментарии и за ваши просмотры и единственное что я хотела бы добавить тому что я уже сказала да ну во первых шапка это пух норки куплены все у на wildberries вот это вот шапка на синем фоне покажу видите какая она пушистая я здесь не выдувала ничего обычно я еще феном выдуваю этого я пока не делала только сняла с сушилки значит шапка бини от макушки до макушки это вот такая вот фуксия классная и вот такая вот голубая часть если мы с вами посмотрим пушок он появился но он совсем не такой активный как у фуксии в принципе осталось то же самое может быть мне просто попался бракованный моток но хотя нет он есть этот пушочек он вот есть для на моем фоне если посмотреть то он присутствует но видите видна и рядность несмотря на то что это полотно уже постирана да а фуксии этого всего нет фуксия просто потрясающая пряжа ссылочку я оставляла в прошлом влоге если вдруг вы тоже любите вязать из пуха норки ну вот вам разница да классная на самом деле шапка пока не подсела но пух норки имеет свойство подсаживаться даже просто лежа в шкафу вязала от макушки до макушки так что еще сказать об этой шапке да больше ничего весит эта шапка 80 грамм то есть двойная шапка бини условно по 40 грамм то есть неполные матьки у меня были 1 2 мне на шапку хватило голубого цвета даже еще немножко осталось так и супер-пупер красота это у меня бактус вот он такой это исти стиль барбери до называться барбери барбери как-то так помните там тоже такие полоски но там еще белый цвет здесь есть белый цвет я тоже покупала но почему-то решила что белого здесь быть не должно ну вот мне так показалось вот такой вот бактус вяжется он от одного угла сначала мы с вами прибавляем петли по одному краю потом мы с вами убавляем петли по другому краю у меня на этот бактус есть описание прям порядовая где в каком ряду я меняю цвета каким образом делаю прибавки убавки все это я освещаю в описании описание 200 рублей стоит проходите на бусте если вас заинтересовало вяжите с удовольствием и вот по поводу этой пряжи я хочу сказать что здесь она более пушистая но тоже не настолько видите то есть это была первая партия которую я покупала вот в этом голубом цвете последний моток который ушел на шапку он у меня из второй закупки и вот он почему-то был таким вот совсем лысеньким так бактус весит 204 грамма ну понятно что после в то он немножко наверняка облысел давайте возьмем условно берите 210 грамм то есть мне четырех мотков мне не хватило я так 4 подождите у меня было три мотка основного цвета но в общем я там конечно привожу количество мотков необходимое да по моему у меня было три мотка основного цвета и помотку черного и вот этого фуксиевого цвета мне немножко голубого не хватило поэтому я до заказывала да вот такая вот красота очень не нравится очень 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 в описании есть видео вставки да там нужно нажать на гипер ссылку и там тоже показываю как я вот это вот все делаю таким образом это происходит все это можно посмотреть буду носить с удовольствием я вообще думала на продажу начать вязать такие изделия можно конечно пряжу подобрать только да прям более пушистую посмотреть на отзывы почитать и можно попробовать вязать на заказ мне кажется будет шикарно девочки если вы вяжете на заказ но присмотритесь к этим моделям ведь можно подобрать разные цвета в описании я привожу рекомендации какие цвета на что можно заменить да вот например основной черный цвет он должен быть либо черный либо темно-темно-коричневый может быть тут может быть разные светлые оттенки ну а один из цветов обязательно должен быть яркий фуксия красный что-то такое ярко-ярко-коралловые ну то есть вот он должен быть в красных таких вот оттенках ну согласно тому что нам предложил в свое время дизайнер до этого узора вот и так все я вам обо всем рассказала что я связала и довязала у меня сейчас два процесса на спицах хочется начать что-то на крючке почему-то мне там понравилось работать крючком и прямо манит меня и тянет я смотрю очень многие блогеры перешли на момент вязания либо совмещать крючок и специи либо просто вязание крючком да но стараются это делать не ананасами как раньше вот мне эти салфетки ананасовые виде юбок совершенно не нравились а что-то такое более современное какие-то вот филийные сетки включенные внедренные современные изделия за этим всем очень интересно наблюдать и того у меня получилось 680 грамм готовых изделий в этом месяце я считаю что это неплохо для лета и тем более что были моменты которые да вот работы связанные на спицах два с половиной на двоечке то есть это такие вот прям кропотливые вот и я еще читала про вышивку рассказывать особо не о чем я думаю что вы во влоге в новом влоге кстати про шапку надо смотреть на один влог ранее потому что сегодня я буду монтировать уже новый влог и он выйдет раньше этого видео так значит читала не вышивала практически очень мало вышивала в этом месяце но читала первую книгу это рецепт убийства по мотивам романов агаты кристи я вам об этой книге очень много и часто рассказывала ее у меня нет на руках я ее отправила людмиле блогеру тоже на ютубе она устраивала распаковку в общем в этом месяце я получала подарки и даже от меня кому-то ушли подарки тоже разыгрывали мы пряжу да получала я подарки в общем прекрасный месяц очень очень активный на мой взгляд прям такой насыщенный на эмоции вот и и значит книжку я отправила показать вам ее не могу но думаю картинку здесь мы с вами найдем значит рецепт убийства эта книга интересная там 18 плюс потому что раскрываются очень многие элементы разного рода преступления убийств да и каким методом они совершены каким образом они совершаются как это все разгадывается с точки зрения раскрывается с точки зрения криминалистики и освещена история криминалистики а также есть отсылки на произведение агаты крести ведь у нее очень много произведений именно связанных с преступлениями да это пуаро мисс марпл всем нам хорошо известная и эти сыщики применяют те самые методы которые описаны в этой книге то есть что там огнестрельное оружие яды то есть каким образом можно совершить преступление когда вы прочитаете эту книгу если вы ее прочитаете если вы любите детективы как современные так и прошлых лет а то и десятилетий то вы поймете часть задумки автора да то есть вы не будете смотреть что просто это вот какой-то кинжал вы будете понимать как это рассмотреть и как это можно доказать что нужно именно найти на этом кинжале то есть это отпечатки пальцев следы крови ну и так далее на самом деле мне было это очень интересно потому что свое время я пересмотрела огромное количество серий на сериала след и вот это вот вообще вся мне кажется если бы сложилась жизнь иначе из меня вышел бы хороший криминалист ну или там полицейский потому что все это мне очень очень интересно ну теперь я это все еще в произведениях в произведениях например ведет их писателей потому что в этом месяце я как раз таки по наводке предыдущей книги прочитала книгу артура конана дойла собака баскер вели с этим произведением я была знакома но это знаете как встреча с старым приятелем которого ты не видел очень 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 много лет а если точно мне кажется более 15 лет мы не встречались с этим приятелем и ты понимаешь что он изменился то есть эмоции стали совершенно другими они стали более спокойными вот когда ты видишь старого приятеля тех бурных эмоций чувств уже нет но есть какие-то теплые хорошие воспоминания и некоторые моменты я конечно же уже забыла из книги и мне все равно было интересно читать это классический английский детектив до тех далеких 1800 каких-то там годов я не помню дат когда это произведение было написано но в общем конана дойла невозможно не знать по его шерлоку холмсу и доктору ватсону нет не написано какой это год только книга когда издана вот рекомендую рекомендую вернуться к старой классике классической классике мне сейчас очень хочется перечитывать классику буду думать может быть в одном из влогов мы с вами все же переберем шкаф с книжными полками там столько всего не прочитанного а я каждый раз беру вас с собой на охоту за книгами в особенности за книгами фикс прайс ну вот как то так такие были мои итоги надеюсь что вам все понравилось если это действительно так не забудьте отметить меня лайком и подписаться на канал если вы еще этого не сделали все всем огромное огромное спасибо за внимание приходите ко мне снова потому что будут новые и новые видео а это значит что будут новые проекты и новые финиши